Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала! Пришла очередная посылка с сайта iHerb. Это посылка номер 3 за октябрь месяц. Сейчас расскажу, что здесь было в этой посылке. На этот раз интересная была упаковка. Вот такие отделения интересные. Закрепили плотную бумагу, приклеили ее по краям коробки. Сделали вот такие отделения, поменьше и побольше. И в принципе ничего не болталось, не бросалось по коробке. И все дошло в целом и невредимо. В этой посылке из Бадова у меня было два варианта. Кверцетин 500 мг это очень хороший препарат. Все уже о нем знают. Я о нем уже давно рассказываю. Я заметила хорошие его действия при аллергиях всевозможных. И себе, и другим советую всегда его. Беру всегда кверцетин, чтобы был не меньше 500 мг. Но вот 600 мг есть от Саларе еще я беру. Но многие пишут, что Саларе не помогает. Никак-то не чувствуют эффекта. Я замечаю эффект и от этого кверцетина. От любого кверцетина, в котором 500 мг. Один раз было, по-моему, от марки Джаров. Не срабатывал кверцетин с большой дозировкой. Но он был в таблетках. Вот этот кверцетин в капсулах 500 мг. Марка Natural Factors. Тоже очень хорошая марка. Так что, думаю, тоже будет хорошо работать. Кверцетин помогает не только от аллергии. Его принимают для поднятия иммунитета, как здесь написано. Укрепляет иммунитет. Например, раньше было от марки МРМ на кверцетине написано «Лечит простату и почки». Ну, в общем, очень многокомпонентная. Так как кверцетин – это такой биофлавоноид, такой антиканцероген, можно сказать, антиоксидант. Поэтому, если его принимать постоянно, то идет профилактика от всевозможных заболеваний. Поэтому укрепляет он еще стенки сосудов. Если, например, вы заказали кверцетин и оказалось, что вам не нужен он, например, от аллергии, то не выбрасывайте, не отдавайте никому. Мне как-то кверцетин предлагали. Я сказала, что у него не только действие от аллергии. Ну, девушка заказала и сказала, что оказалось, что не нужно ей почему-то. Ну, возможно, как бы аллергия ушла или другой диагноз поставили. Ну, я ей рассказала, что там еще у него хорошо для сердца, для укрепления стенок сосудов. Она сказала, дам маме, потому что есть такие проблемы. Поэтому очень многофункциональное действие. Сейчас кверцетин в протоколах лечения гриппа. Тоже его раскрутили. В аптеках его можно купить, не знаю, с какой дозировкой. В основном кверцетин делают с цитрусовых. Его очень много в кожуре. Я пробовала находить этот кверцетин в кожуре лука. Заваривала лук. Большое содержание. Мы же с кожурой практически ничего не едим. Все очищаем. И вот кверцетин содержится в основном вот в шкурке всего. В верхней как бы части плода. Поэтому можно заваривать, если у вас такого нет под рукой кверцетина. Можете просто взять шелуху лука с одного-двух луковиц средних. И помыть хорошо, заварить кипятком. И будет такой настой, как чай. Он, в принципе, не имеет никакого вкуса неприятного, если сухая луковая шелуха. И тоже будет такое действие противоаллергии хорошее. Так что я всегда беру про запас. На тот момент не было кверцетина, который я обычно беру от МРМ или от Соларей. Его разобрали, потому что в сентябрь месяц было еще у всех сезонная аллергия. У многих была. Но сейчас уже пошли дожди, уже легче. Поэтому все равно про запас. Я стараюсь кверцетин пить при любых таких аллергических каких-то проявлениях. На пыль бывает даже аллергия, когда уже вроде как нет пыльцы. Я убрала клютен, который содержится в белой муке. В основном цельнозерновую муку использую. Там рожь, спельта. Вот у них тоже есть клейковина. Но уже не так все равно. Намного лучше. Если как раньше я съедала просто белый какой-то хлеб или булку. И у меня закладывало нос. Поэтому проследите. У кого есть аллергия, какая-то аллергический ренит. Просто наблюдайте после какой еды. Может вы съедаете хлеб или бутерброд. И у вас сразу закладывает нос. Поэтому исключите, поменяйте на цельнозерновой хлеб, бездрожжевой какой-нибудь. И вам станет намного легче. То есть можно даже отрегулировать аллергические реакции. Они бывают пищевая, часто аллергия. Реакция на глютен или еще на какие-то продукты. Так что учитывайте этот момент. Самая классная добавка, очень классная. Такая кошачья коготь называется. Кэтсклау, барк, кора. Любая кора, конечно, полезна. Как паударка, лапачо. Тоже есть паударка такой. Есть чай лапачо называется. Лапахол содержит тоже очень полезно. А вот даже сильнее, чем подарка, я считаю, для меня это кошачья коготь. Поэтому я стараюсь его пропивать и курсами. И во время, если какая-то симптоматика простудная, то я по 6 капсул где-то в день принимаю. И достаточно. Ну, даже можно и больше. То есть 3 капсулы можно 2-3 раза в день. Потому что здесь просто рекомендуется 3 капсулы 2 раза в день. Ну, даже 2-3 раза в день. Рекомендуется здесь в 3 капсулах 1455 мг. 500 мг, чуть-чуть меньше, там 400 с чем-то коры кошачьего когтя. Это такая кора, которая, уже известны ее свойства. Она, по-моему, даже работает против малярии. Так что можете представить, как она работает против любых вирусов. Поэтому если какой-то кашель, простуда, тоже рекомендую всегда про запас иметь кошачий коготь. Я его, кстати, пропиваю, ну, банку пропиваю, курс. И потом делаю перерыв. Потом вспоминаю, опять ее пропиваю. Потому что, так как она еще и такой, как иммуномодулятор, на иммунитет действует хорошо, повышает иммунитет. И может тоже хорошо действовать, ну, как противораковая даже у нее действует, противопростудная, противовирусная. Потому что эта кора, кошачий коготь, был изучен. Вот это дерево. И его в древности использовали, да, племена всевозможные. И они считали это панацеей. Поэтому, когда ученые приступили к изучению кошачьего когтя, то и нашли там всевозможные вещества, и даже которые малярию убирают. Вот, а малярия, это же тоже, по-моему, такое, как вирусное заболевание. Ну, в общем, почитайте про эту хру. Потому что я раньше подарка в основном принимала. Как и в чай бросала капсулы во время простуды. И просто пропивала курсом, потому что подарка очень сильная. Но кошачий коготь мне даже кажется, что сильнее помогает. Сразу проходит кашель, и все симптоматика быстро уходит. Даже если вы, например, запущенная стадия какая-то. Ну, не пролечились вовремя, думали, что само пройдет. Или не было возможности доступа к БАДам. Как бывает, в дороге заболеешь, не все БАДы же есть. Вот было как-то я вернулась с поездки. И вроде как и легче стало. Но чувствовала, что кашель душит, не проходит. И вот свой достала арсенал. И кошачья куготь заметила, что лучше всего справляется. Так что рекомендую обратить внимание, поизучать информацию. И самим принимать решения, кому можно, кому нельзя принимать. Ну, в основном многие очень хорошо к нему относятся. И еще, по-моему, есть даже информация, что его желательно принимать при миомах. Так что некоторые противопростудные препараты, они подходят при гормонозависимых опухолях. Например, как я недавно узнала, что бузина черная тоже, она идет как противопростудная. Я ее, кстати, тоже во время простуды принимала. У меня была баночка по скидке, по-моему, сахерба я заказывала. Я вот ее начала принимать и до конца принимаю. И я насобирала тоже ягоды бузины на природе. Перемолола в блендере с медом. И просто по ложечке там получилась небольшая такая баночка. И буду тоже принимать. Так что можете еще обратить внимание на черную бузину. Она тоже при простудах. Дальше у меня из продуктов мои мастхевы некоторые, некоторые не мастхевы. Ну, в общем, такой от Матхава марки кленовый сироп. Я его постоянно заказываю. Он есть, бывает, в меньшей там баночке. Здесь 667 грамм. Это голубая агава, светлый сироп. Есть еще темный, но мне нравится светлый такой. Его можно в напитки добавлять, подслащать. Мне нравится, что у этой марки хорошая упаковка. Без беосфенола А, фри, БПА фри написано. И я даже не выбрасываю эти бутылочки. В них можно что-то заливать. Они не вредные, скажем так. Не вредный пластик. Можно водичку наливать с собой, брать как фляга. Очень удобная, кстати, бутылка, как оказалось. Дозатор есть вот такой. Вот надавливаешь на бутылку. В принципе, все хорошо. Небольшое количество выдавливает. Прорезиненный, поэтому он не проливает. И пломба. Как всегда есть пломба. Я заказывала и в маленькой бутылочке, в два раза меньше. Бывает или не помещается в посылку, или нет наличия. Поэтому, в принципе, они одинаковые. Хватает в небольшом количестве, если не хочется, например, медом что-то подслащать. Вот нейтральный какой-то вкус нужен. Вот это очень хороший подсластитель. Голубая гава – это такой кактус, которого еще текил, по-моему, делают. Считается, что у него низкий гликемический индекс. Поэтому его любят принимать те, которые на диете. Он, в принципе, как подсластитель, как сахар. Но ниже у него как бы гликемический индекс. Но он не подойдет для диабетиков, потому что он все равно может поднимать сахар в крови. Поэтому любые подсластители, они все равно будут действовать так же, как сахар. Как и фрукты. Без глютена, веганский. Уже проверенный хороший сироп и подсластитель. Его можно куда угодно добавлять и в напитки. Не будет привкуса, как от стевии, например. Я стевию сильно не люблю, поэтому я или мёд использую. Прозрачный, жидкий. Акацию у нас покупаю. И вот еще сироп агавы тоже. Можно хорошо справляться без сахара. Я сахар не употребляю уже несколько лет. Поэтому сиропы эти помогают. Вот еще у меня есть кленовый сироп. Ну, самый нейтральный – это, конечно, сироп агавы. От Coco Males. Мадагаскарская ваниль и оригинал. Вот такие риски. Вот у меня оригинал раскрытая есть конфетка. Вот так они, риски эти выглядят. Они, когда холодно, более твердые. Когда жара, они более-таки мягкие приходят. Но все равно они хорошо держат форму. Как настоящие риски, только единственное, они содержат молоко. Здесь кокосовое молоко используется. И подсластители. То есть нет сахара. Белого здесь органический рисовый сироп. Коричневого риса. И тростникового сахара сироп. Сухого тростника сироп. Здесь еще есть и мадагаскарская ваниль-экстракт. Морская соль. А оригинал просто без ванили получается. Такой же состав. У них есть еще, кому надо именно без сахара, чтобы было. У них есть и без сахара. Потому что все равно вот эти подсластители, это можно сказать, что есть сахар. Это очень классные и риски. Мне не понравилось с морской соли. И больше всего мне понравились. Я все вкусы попробовала. Понравилось этот с ванилью. Ну и оригинал тоже нормальный. Так что тоже рекомендую. Хорошие риски. Сейчас уже продается шоколад. Поэтому можно это вместо шоколада как бы я использовала. Вот такие вот чипсы. Это получается с миндалем. Я до этого показывала еще. Я заказываю с тоже кунжутное семечко и тыквенные семечки. А еще есть вот такой с миндалем. Мне он даже больше нравится. Это такие сушеные водоросли, как чипсы получаются. И здесь дробленый орешек такой внутри. И кунжут. Здесь есть подсластитель. Такой как мальтоза. И они немножко сладкие даже. Белый кунжутные семечки. Мальтоза. Миндаль. Нори. Порошок водорослей. Морская соли тоже две пачки заказала. И в предыдущей посылке у меня было две пачки с тыквенной семечкой. Но появились не было в наличии с миндалем. Мне все-таки по вкусу кажется, что с миндалем даже получше. На этих тоже не буду заострять внимание. Это получается с чесноком. Палочки такие. Чесночные палочки с цельнозерновой мукой. В принципе, хороший состав. Без всяких красителей, химикатов. И кто не ест хлеб, чипсы, перекусы всякие не делает. Это очень хорошая штука. Здесь цельнозерновая мука. Подсолнечное масло канулы. Кунжутные семечки. Сушеный чеснок. Соль. Порошок свеклы. И куркума. Очень классные палочки. Так что я уже в предыдущих посылках их показывала. Можете посмотреть, как они выглядят. Еще заказала от марки Фронтиер. Все у меня позаканчивалось. Вот такие специи. Сухой чеснок. Тоже все-все позаканчивалось. Это марка Фронтиер. У меня все позаканчивалось. Только нет из тех постоянных специй, которые я заказываю. Нет только приправы к пицце. Но у меня она еще есть. А здесь я заказала, вот сейчас все будет пахнуть. Я еще не раскрывала. Покажу сейчас, как это выглядит. Получается чеснок органический. Была просто скидка 20%. И вот я очень пахнула. Сейчас открыла, будет все. Сейчас комната вся пахнет. Здесь вот такой органический сушеный чеснок. Его хватает надолго. И он очень вкусный. Я его добавляю во все блюда. Это только можно, где идет чеснок и где он не идет. Очень классный чеснок. Постоянная покупка уже много лет. Специи Фронтиер очень хорошие, качественные. Пахучие. Сейчас открыла, пошел очень сильный запах. Потому что они очень свежие. Сушеный чеснок. И всегда стоит пометка на всех продуктах. Нерадиоактивная. То есть ничего не облучается. Потому что, видимо, некоторые производители облучают, чтобы не было вредителей. Свою продукцию. Продукция свежая до 24-го года. Ядварь 24-го года. Советую этот чеснок. Там есть еще подешевле вариант. Неорганический. Но я сравнивала. У меня был органический и неорганический. Я заказывала. Все-таки этот как-то получше. По вкусу и по виду совершенно другой. Так что органика и неорганика отличаются. Органика отличается от тем, что не от органики. Что в органике не используются вредные удобрения. Используются только органические удобрения. То есть натуральные, природные какие-то. Марка Фронтиер. Очень ее люблю. Еще здесь лук сушеный тоже беру. Сушить его невозможно. В сушенке. Тоже я его добавляю везде. И когда картошку варю, добавляю. И в конце можно приготовление добавлять. Очень вкусный. Усиливает вкус. Любые блюда. Он тоже похож на чеснок. Где-то вот такого размера. Рубленный получается. Лук тоже органический. И есть, по-моему, есть неорганический. Тоже будет дешевле. Так что есть всегда выбор. Можно взять неорганический. Тоже не радиоактивный. Марка Фронтиер. Очень хорошая. Если вы любите больше другую марку на Эйхэрп, это тоже Фронтиер. Есть еще там другая марка со специями популярная. Симпли Органик, по-моему, называется. На ней тоже, если перевернете баночку, тоже Фронтиер написано. Это все одна. Грубо говоря, с одного котла все. Это уже наши дома. Что лучше, что хуже. Все одно и то же. И незаменимая приправа. Таку. Сезонинг называется. Таку. Здесь смесь таких в порошке приправ, которые очень мне нравятся. Такой здесь получится лук. Чили. Перец. Она немножко остренькая. Надо не переборщить. Мука. Кукурузная, по-моему. Чеснок. Паприка. Тмин, по-моему. Да, вот то, что мне нравится в этой приправе, дает вот этот тмин. Порошок. Помидор, кстати, очень дорогой. Никогда не брала. Томатный порошок. Орегано. Лимонная кислота. И там уже пошло. Каинский перец в конце еще есть. Я ее не раскрываю, потому что она очень похучая. Сейчас я все-таки открою ее. Чтобы я не смогла бы говорить. Вот это из-за этого, видимо, тмина, который содержится здесь. Перебитого. Мне она и нравится. Здесь все, и чесночок, и лучок, все есть. И вот такая она красненькая. Я ее пересыпаю в баночки от Фронтьер тоже. И она у меня во все идет. То есть нет такого. Я так его не готовлю. Это блюдо мексиканской кухни. Но у нас таких традиций нет. Но сама приправа, сочетание ее очень классное. Я пока других таких приправ не нашла. У меня вот из постоянных, миксованных таких приправ. Это приправа к пицце, обратите внимание. Тоже от марки Фронтьер. И вот это я беру в больших упаковках. Их тоже в маленьких есть. Бутылочках можно брать. Ну, выгоднее, конечно, если постоянно использую. Что смысла нет брать. Здесь все упаковки по 453 грамма. Запах стоит очень классный. От приправ теперь. Бьюти бокс такой. По скидке был от Айхер. Подарочная такая коробочка. Детокс. Вот так здесь все выглядит. Очень по хорошей цене. Кто-то написал даже, что там то ли щетки, то ли еще что-то. А купают всю коробку. Так, содержимое этой коробочки. Здесь все такое с черным углем идет. Многие берут его кто из-за щеток, кто из-за куска большого мыла. В общем, в отзывах. Я не очень люблю щетки такие на деревянной основе. Бамбуковые. Но, в принципе, они идут в бьюти боксе. Здесь две щетки. От марки Мэй Мэй Джик Муд. У этой марки есть еще зубные пасты. Вот здесь две щетки в индивидуальной упаковке. Пишут, что очень хорошие щетки. Ну, попробуем. Это очень удобная, кстати, ручка, как мне кажется. Вот здесь черным покрашена Мэй Мэй Маджик Муд. Надпись марки. Бамбуковая получается щетка. Earth Friendly. Дружественная к земле. С активированным углем. В принципе, у нее средняя жесткость такая. Не сильно они мягкие, но и не сильно жесткие. Хорошие такие заточенные щетиночки. Зауженные. Мне она нравится с виду. Такие две щеточки. Думаю, что понравится. Если понравится, придется заказывать потом по полной цене. Так что это пока пробник по скидке. Вот такой конжак-спонж для умывания. Он у меня такой был когда-то. Такой конжак. Кубка такая натуральная. Тоже с активированным углем черным. Масло для очищения какое-то идет. Тоже с углем. Вот здесь чем хорошо такие брать наборчики, что можно какой-то найти интересный кондиционер. Как вот было у меня с кундалом, кондиционером, открытием. Вот я его тоже в пробнике попробовала. Влюбилась в него. Вот здесь какое-то радиансе масло. Очищающее масло. О, оно черное. Наносится на лицо. Умывается для умывания, видимо. Ну, как бы, да. Натереть лицо и потом уже смыть, видимо. Вот так оно используется. Попробую еще такое масло. Десертенс. Черное мыло. Большой кусок, 142, полноценный, а не мини-кусочек. Полноценная версия. Я его попробую для лица сначала. У меня как раз надо мыло какое-то для лица такое. Я очищающее всякие мыло использую. Натуральное. Имеет такой запах немножко, как мята или чего-то. Вот такой кусок мыла. Просто черный. Здесь масло чайного дерева, видимо, содержится. Поэтому пахнет чайным деревом. Здесь, получается, содержится кокосовый уголь. Активированный получается кокосовый уголь. Потому что активированный уголь бывает разный. Именно натуральным считается из кокоса. И здесь есть масло чайного дерева, поэтому пахнет чайным деревом. Поэтому, думаю, для лица и для тела будет очень хорошо. Пахнет натуральным маслом. И в составе написано масло натуральное. Для чайного дерева. Хороший вроде состав у этого мыла. Так что можно его и для лица использовать. Буду его пробовать. Марка Десертессенс. У них, в принципе, хорошая косметика. Натуральная и качественная. Зубная паста. Я, кстати, не пробовала. Тоже черная будет. Уже понятно. Такая зубная паста. Попробую. Может понравится. Я никогда не брала темные зубные пасты. Пахнет хорошо. Пахнет зубной пастой мятной. Я люблю, чтобы был мятный запах у пасты. Главное, чтобы в пасте не было фтора. Я с фтором не использую зубные пасты. Это самое вредное, что может быть в нашей жизни. Еще не хватало фтора. Так, жизнь вредная. Так, фреш-минт. Свежая мята и кокосовое масло. Сорбитол. Вода. Я со фтором стараюсь не заказывать. Хотя на iHerb есть для любителей паст со фтором. Фтор разрушает. Очень плохо влияет на гипофиз. Поэтому фторируется вода. И таким образом наносится очень сильный вред людям. Clean & Clear марка. Масочка для лица. Вот такая. Без масла. Oil free. Тоже с активированным углем. В общем, набор все с активированным углем. Попробую еще такую масочку. В общем, хороший набор, очень много сразу косметики, которую можно протестировать и составить свое представление. Нравится или не нравится. Сразу очень много косметики. Я давно не заказывала косметику, так что можно себе иногда сделать приятно. А дальше тут у меня уже то, что я взяла впервые на пробу новинки, скажем так. Кроме вот этого дезодоранта Real Purity. Просто я его постоянно заказываю. Я все показываю распаковочку, грубо говоря, своей посылки. Поэтому есть повторы. Думаю, что ничего страшного. Просто наоборот можно составить свое представление. Очень хороший дезодорант, который подходит и мужчинам, и женщинам. Натуральный дезодорант Real Purity шариковый. Я его постоянно заказываю. Во всех видео про него рассказываю. Я впервые заказываю. Я никогда не заказывала. Недорогая, по-моему, марка Wet n Wind. У них недорогая косметика. В принципе, флакончик тоже такой простенький. Здесь такой футлярчик. И вот такая здесь помада. Небольшая здесь помадка такая. Тон, в принципе, соответствует тон здесь, как нарисован. Она, как я так поняла, идет как матовая. Но написали, что хорошо увлажняет. Ну, я такие цвета люблю. Надеюсь, она не сильно темная будет выглядеть. Вот такой у нее тон. По ощущениям она нежная, но в составе есть как песчинки какие-то. Странное ощущение такое, как будто есть какие-то мелкие вкрапления. Вот такая помада. Цвет, в принципе, мне нравится. У нее такая, как розовинка и коричневинка. Ну, не знаю. Она практически не имеет вкуса. В принципе, каких-то таких отдушек противных. Wet n Wind. По крайней мере, за такие деньги можно попробовать. Вроде как недорогая. Такой матовый карандаш. Марка LA Girl называется. Матовая помада. Мне понравился там в отзывах цвет этой помады. Вот так вот выглядит. В принципе, ни много, ни мало. Ну, пишут матовая, но не сушит. Сейчас посмотрим ее тон. Вот это вот, получается, предыдущую помаду. Сейчас сравним. Очень похоже. Ну, это более с блеском получается. Вот эта белая, которая Wet n Wind Wild. А эта, похоже, тон, но матовая. Получается, как две одинаковых практически помады. Такой вот тон. Ощущение. Сейчас попробую. Нанесу. Вот это ощущение, которое блестящее. Какие-то, как крупинки. На губах ощущение приятно наносить ее. Она уже без вот таких вкраплений каких-то суховатых. Но имеет уже это, если это без запаха, а вот это L.I. Burl, она уже имеет какой-то такой аромат. Кто не любит вкус на губах какой-то, то может не понравиться. Здесь немножечко совершенно другой тон нарисован. Вот этот, конечно, тон мне бы даже больше, который на картинке подошел. Но все-таки можете смотреть. Если вам такие тона нравятся, может и вам подойдет. В принципе, цена нормальная. Можно попробовать. Ни много, ни мало. Вот такое количество. Ну, они очень похожи. Я до этого брала от Азелик марки помады. Вот тоже похожий тон, но более такой нюдовый, карамельный, скажем так. Но его сейчас не выпускают. Та помада, я даже про запас ее брала. Думала, что она закончится в холодильнике у меня была. Нормально она долежала. Сейчас я ей начала опять пользоваться. Ну, вот эта матовая. Сейчас я нанесла, вроде, ощущение нормальное. Ну, думаю, что смогу ей пользоваться. Ну, не всегда я те помады, которые покупаю, потом могу пользоваться. Вот мне нравилась от Азелик марки. Если они еще выпустят, буду у них заказывать. Снимают с продажи что-то, могут возобновить какую-то линейку под другим названием. Был тон классный, помада и ощущения все были классные. Состав шикарный. И вот помадки. Заказала впервые карандаш для бровей вот такой. Wet n Wild. Я хотела там от корейской марки, но его в наличии не было. Разбирали быстро. Все. Ну, на этот тоже карандаш для бровей выдвигающийся. Хорошие были отзывы. Коричневый получается тон. Называется тон Medium Brown. Здесь вот такая кисточка для растушевки. И сам карандаш выдвигается. Такой коричневый. Сейчас посмотрим, какой у него тон. Ну, он так дымчато наносится. Можете посмотреть еще там в отзывах есть цвет. Шоколадный коричневый какой-то. Нормально он мягко наносится, этот карандаш. Вот, а этой кисточкой потом просто растушевываете. И так как он узенький, что он рисует и тонкие линии, и если плоская сторона, то толстая. Ну, то он нормальный, такой универсальный. Не сильно темный, не сильно светлый. Кисточка дымку такую дымчато сделает. Хорошие на него отзывы. Многим нравится. Здесь, ну, тут его большое количество, в принципе, хватит надолго. Вот такое количество его прилично. Я думаю, что для бровей это хорошее количество. Еще здесь от марки Пурадор. Golden Glove. Фейс-крем. Ночной крем. 24 карата золота. Ретинол в составе. Масло шеи, органовое масло, витамин Е. Помогает от морщин. На него были хорошие отзывы. Это марка Пурадор. Я ничего не брала у них. Я знаю, есть средства для волос лечебные. Дорогая марка. Вот, а здесь такой крем. У него такой, как без одушек, такой какой-то аромат интересный. Я еще и не пользовалась, поэтому свои не скажу ощущения. Ну, хотелось какой-то такой хороший увлажняющий крем. Ночной. У него странный такой запах, как будто какой-то корой пахнет. Какого-то дерева. Немножко древесный, странный запах для крема. Но у него такая хорошая консистенция. Подойдет, наверное, для сухой кожи. Вот, но он хорошо впитывается. И вот такое, как увлажнение идет. Ощущение такое увлажняющее. Запах, я думаю, что здесь без таких каких-то вредных компонентов. Поэтому нету каких-то одушек. Состав здесь хороший. Очень много всевозможных веществ. Есть еще и ретинол на последнем месте. Это обуваживающий такой ингредиент. Органический крем для лица. Ингредиенты высшего качества. Включая чистое 24-кратное золото. Ретинол, масло Ши, масло органы, витамин Е. Борется с появлением морщин, дряблостью и тусклостью. Создает гладкую, чистую, сияющую кожу. Этичный продукт. Состав этого крема для лица. Пурадор, голден глау. Входят самые редкие экзотические ингредиенты. Собранные в отдаленных уголках земного шара. В одной баночке. Такие ингредиенты, как экстракт жимолости из Индии, масло органы из Марокко, розмарин со среднеземноморского побережья, зеленый чай из Японии, корень солодки из Южной Европы, рисовые отруби из Юго-Восточной Азии, масло Ши из Африки. Комбинированный эффект значительно улучшает тон кожи, ее чистоту и сияние. Ежедневное использование уменьшит появление морщин, мелких морщин, дряблость и тусклость. Очень хороший состав здесь, я не вижу никаких вредных вообще веществ, ретинол, витамин А, поэтому очень хорошо ретиноловый крем на зиму. Ретинола процент не указан, но его небольшое количество, потому что он в конце, поэтому не будет такой, как вот если концентрированный ретинол. Очень хорошие на него отзывы, подходит для комбинированной кожи, не имеет запаха. Ну, не имеет запаха, мне как все-таки какой-то запах есть, но он, видимо, на лице вообще будет не ощутим. Мне нужен просто был ночной крем, а марка Ани Мари Бурлайн пропала с сайта, поэтому, не знаю, появится, не появится. Мне очень понравился с розой крем, крем я брала, очень надолго охватила, мне казалось, даже шеи эффект вижу, но пока средств нет в этой марке. Срока годности до октября 2023 года, еще 2 года срок годности. Так что хороший свежий крем, попробую. На данный момент нету ничего такого, альтернативы какой-то. Вот я искала как раз крем такой, чтобы был уходовый, антиэйдж и с хорошими ингредиентами. А здесь как бы коллоидное золото, поэтому попробуем. Ну, такой у меня был обзор с посылки номер 3 за октябрь месяц. Спасибо за внимание, спасибо, что смотрите мои видео и подписывайтесь на канал. Спасибо, что используете купон SJS024. При каждом вашем заказе он дает скидку 5%. При первом заказе 5 долларов скидка на любую сумму вашего заказа. Спасибо, что используете этот код и поддерживаете меня и мой канал. Спасибо за внимание, всем здоровья, до свидания.